МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Незолотая лихорадка. Что думают эксперты об очередной волне популярности криптовалюты? Оставить в СИЗО. Первомайский районный суд продлил срок содержания под стражей омского бизнесмена и депутата законодательного собрания Сергея Калинина. На заседании, которое длилось больше 4,5 часов к делу, приобщили новые документы. При этом разбираться запутанной историей предстоит новому следователю. Почему силовики просят оставить Сергея Калинина в изоляторе и чем объясняют это прошение, расскажет Дарья Тюменцева. Недвижимость за границей и миллионные доходы оказались не заслугой, а аргументом в пользу содержания под стражей. Самому богатому омскому депутату, ЗАГСобрания и бизнесмену Сергею Калинину продлили срок нахождения в СИЗО. Глава холдинговой компании акции обвиняется в создании мошеннической схемы, результатом действий которой оказались завышенные тарифы на газ для населения. Ущерб оценивают почти в полтора миллиарда рублей. Новый следователь по особо важным делам Алексей Шевчук заявил, что в позиции обвинителя ничего не изменилось, даже несмотря на новые приобщенные к делу документы и открывшиеся факты. Сейчас будут проводиться следственные действия именно исходя из показаний, в котором следует меняем, и выдвигаются определенные версии, которые требуют проверки. Сторона защиты попыталась доказать, что Сергей Калинин покидать страну не намерен, потому что побегу, о котором говорят правоохранители, мешает даже не отсутствие у депутата на руках паспортов, а состояние здоровья. Предъявлял адвокаты новые доводы в пользу своего доверителя. Документы из Омского аэропорта, где указано, что заявок на аренду «Бизнес-джета» Калинин не подавал. 1.01.2018 года, по 9.07.2018 года, в основном, что «Бизнес-джет» ХОПК-25, по вторым номерам, таким-то полетам в Омского аэропорта не осуществляла, и до настоящего времени заявок на выполнение арестов, указанных на «Бизнес-джет» не поступало. Списки на рейс отсутствуют. Версию следователя о том, что обвиняемый под домашним арестом сможет влиять на свидетелей, и попытался отразить сам Сергей Калинин. Он, в числе прочего, вновь говорил о подорванном здоровье и убеждал следствия в готовности к сотрудничеству. Наход следствия – это не повлияет, то есть повлияет только с положительной стороны. Я, как обещаю, готов работать последствия более активно, чем я это делаю в СИЗО, и помогать в расследовании данного дела. Впрочем, судья довод до стороны обвинения счел более сильными. Не смягчили вердикты и намеки супруги Калинина. Она пришла на заседание в футболке с надписью «Фридом», чтобы таким образом поддержать мужа. Ходатайство о продлении меры пресечения депутаты рассматривали больше четырех с половиной часов. В итоге предприниматель останется под стражей до 15 октября. Впрочем, адвокат Сергея Калинина пока не теряет оптимизма и намерен обжаловать вердикт. Альтернатива есть. Российские экономисты нашли способ пополнить бюджет и выполнить майские указы без повышения НДС. Уже после того, как увеличение налоговой ставки одобрили в Госдуме. В контрольно-счетной палате уверены, рост можно отсрочить как минимум на шесть лет. По словам Алексея Кудрина, изыскать деньги можно и другими не менее эффективными способами. Например, смягчить бюджетное правило, согласно которому все доходы от цены на нефть более 40 долларов за баррель уходит не в государственный бюджет, а в фонд национального благосостояния. По словам Кудрина, если передавать в казну хотя бы на 5 долларов больше, можно добиться такого же эффекта, как и от повышения НДС. Я считаю, что можно более плавно выходить на эти цели, и в ближайшие годы бюджетное правило, которое сегодня базируется на 40 долларов за баррель, сделать мягче – 45 долларов за баррель. Тогда нам не пришлось бы сейчас повышать НДС. Впрочем, менять бюджетное правило в правительстве пока не готовы. Глава Минфина Антон Силуанов считает, что это может привести к волатильности рубля. Между тем, предприниматели уверены, есть еще одна альтернатива повышению НДС. Наполнить государственную казну можно, развивая малый и средний бизнес. Так, например, считают в Омском отделении опоры России. Если снизить административное давление и предоставить доступные кредиты, обороты предпринимателей выросли бы в разы, а значит, налогов в бюджет поступало бы больше. За многие проекты и за многие объемы омские предприниматели не берутся, потому что не хватает оборотных средств. А оборотные средства по 20-20% годовых могут съесть всю прибыль с проекта. Поэтому, когда появятся деньги, доступные под проектное финансирование, со ставкой 7-8-6% годовых, этих проектов станет больше. И прибыльность бизнеса, и обороты бизнеса вырастут несопоставимо с 2-процентной ставкой повышения НДС. Нелишние литры. Федерация автовладельцев России зафиксировала недолив бензина на 76% АЗС. На фоне резкого взлета цен на топливо и падения его качества такая новость не внушает оптимизма. Однако новостям о потенциальной жадности работников заправок доверяют не все. Максим Малютин выяснял, как проводились подсчеты и удается ли автолюбителям заметить недостачу. Пока автовладельцы не спускали глаз с табло заправочных станций, в надежде увидеть снижение цен на топливо, эксперты обнаружили новую проблему. Больше половины российских АЗС не доливают бензин. Об этом заявила Федерация автовладельцев, которая проверила автозаправочные станции 13 регионов страны в режиме тайного покупателя с помощью специального оборудования. По подсчетам организации, мелкосетевые АЗС могут красть у покупателя около 5% от оплаченного объема. Эти данные привлекли внимание Росстандарта. Агентство теперь планирует провести проверку и выявить недобросовестные организации. Не стали открещиваться от проблемы и независимые топливные союзы. Данная проблема существует. Используются различные методы повышения рентабельности бизнеса. Ведь многие прекрасно знают, что на рынке, несмотря на низкие цены, вас могут обвесить. Мы не скрываем проблему. Независимый топливный союз совместно с общественной организацией «Гражданский контроль качества топлива» разрабатывает систему оценки качества и количества топлива, отпускаемого потребителем. Недолив и некачественное топливо – это элементы недобросовестной конкуренции, бороться с которыми – одна из задач союза. Однако доверять выводам, к которым пришли тайные покупатели из Федерации автовладельцев, готовы не все. Управляющие некоторых сетей АЗС сомневаются в чистоте эксперимента. По их мнению, эффективность инструментов, которыми воспользовались проверяющие, вызывает сомнения. Сама технология пролития мерника подразумевает, что сосуд нужно увлажнить, иначе на солнце бензин испарится и прибор покажет меньшее количество топлива. Сама эта процедура технически сложна, и ее должен выполнять специалист. Если погрешность составляет 5%, это означает, что из 10 литров недолито 500 мл. Это количество могло испариться за секунды просто из-за погоды. Впрочем, для автовладельцев недолив топлива уже давно не является секретом. И выяснили они это народным методом – с помощью 5-литровой тары. Залив определенное количество бензина в бутыль, объем которого известен изначально, можно понять, что заправочные станции нечестны. Отношения у народа к этой проблеме неоднозначны. Кто-то просто не замечает бензиновой кражи, а кто-то уже давно смирился и больше не считает это нарушение достойным внимания. Но даже молодые автолюбители признаются – слухи об обманах на АЗС пугают. Меня цена вообще бензина очень волнует, потому что он и так дорогой, и мне как студенту вообще денег не хватает, учитывая то, что постоянно приходится ездить и в универ и так далее. Насчет недолевает я слышала и, конечно, не хочется отдавать деньги за пустой бак, поэтому этот вопрос волнует. В свою очередь Ростандарт планирует наказывать недобросовестных владельцев сетей АЗС штрафами. Сумма штрафа будет равна 3% от годовой выручки. Насколько эффективно подействует такая мера наказания, покажет время. Аналитики предрекают биткоину рост уже на этой неделе. Резко подсточить в цене самая популярная криптовалюта не сможет. Рост будет довольно медленным, зато уверенным. По прогнозам экспертов, к выходным отметка в 7 тысяч долларов будет пройдена. К началу этой рабочей недели средняя цена биткоина по итогам торгов увеличилась на 3,74%. При этом на крупнейшей криптобирже она составила 6 748 долларов. Впрочем, некоторые экономисты к таким прогнозам относятся скептически и считают, что интерес к торгам постепенно угасает. И чтобы спасти ситуацию, по их мнению, могут быть начаты так называемые искусственные торги криптовалютой. Подробнее о нынешнем состоянии биткоина и его дальнейшей судьбе мы поговорим прямо сейчас со специалистом в сфере криптовалют Михаилом Яковлевым. Михаил, добрый вечер. Здравствуйте. Вообще говорить о том, что биткоин у нас стабильно растет, было бы не совсем корректно. Он недавно стоил 18 тысяч, а потом упал примерно до 6. И вот сейчас потихоньку подбирается к рубежу в тысяч 7. С чем такие головокружительные колебания могут быть связаны? Ну, тут ответы элементарные. Это стандартное поведение любой валюты на рынке. Это соотношение спроса и предложения. То есть просто сейчас волна хайпа чуть-чуть снизилась. И поэтому криптовалюты не только биткоина, в целом криптовалюты в выжидающей позиции находятся. Спрос на них упал. Ну, соответственно, цена на них тоже, как и на любой товар, как на любую валюту. То есть, как и в случае с более такой традиционной валютой, чем больше ее покупают, тем она дороже. Как только люди к ней охладели, она подупала. Да, естественно. Тут нам нужно учитывать еще тот момент, что криптовалюта это все-таки новый товар, новый вид денег. И поэтому, если происходит рынок настолько живой, что любая новость, маломальский, которая может быть даже не относится напрямую к криптосфере, она может повлиять на курс криптовалют. То есть, в прошлый пик, прошлый август, по-моему, это было начало роста, был Петербургский экономический форум, на нем все активно обсуждались криптовалюты. Герман Греф выступал, Эльвира Набиулина выступала, там Путину какой-то доклад был по теме криптовалют. И, соответственно, участники рынка вот этими всеми новостями были подогреты, приходили новые участники на рынок, всем это было интересно, криптовалюту покупали. Раз уж мы с вами заговорили о прогнозах, о стоимости, вы, как человек, погруженный в эту сферу, мнение экспертов поддерживаете, что вот уже к концу недели он должен подняться, где-то биткоин в цене, до 7 тысяч долларов? Слушайте, прогнозы такое неблагодарное дело, но на самом деле мы, как бы, вот наше тоже такое небольшое сообщество омских криптоэнтузиастов, да, мы как бы все-таки склонны к тому, что мы люди маленькие и мало можем повлиять на это, да, мы надеемся, конечно, что будет рост, мы надеемся, что это будет популяризироваться, потому что, опять же, это, ну, как бы криптовалюта и вообще криптосфера, это, конечно, не МММ, совсем не МММ, но в то же время, чем больше людей погружаются в эту сферу, тем больше идет распространение среди обычных граждан, ну, там, не только граждан, там, среди юридических лиц, поэтому сейчас и прорабатывают вот эти все законы, то тем устойчивее будет валюта, тем больше на нее будет спрос и тем лучше будет, тем она будет расти, то есть если в один прекрасный момент также все участники рынка скажут, о, давайте перейдем на криптовалюту, то, и это будет решение всех, то криптовалюта будет устойчива, она уже не будет скакать с 18 тысяч до 6 и до 7 обратно, установится какой-то курс условный, там, 12 тысяч, 6 тысяч, там, 20 тысяч долларов за один биткоин, и если не будет таких всплесков по оттоку участников и по притоку участников на крипторынок, то есть курс будет устойчив и сильно не будет варьироваться. Давайте мы немного поговорим о криптоинвестировании. Вот, допустим, я хочу вложиться в развитие этой сферы, что и главное, как я должен делать? Хороший вопрос. Вы имеете в виду, что вы хотите прикупить криптовалюту и, допустим, там, сыграть на разнице курсов? Для начала. Для начала. Тут нужно понимать все-таки на какой период вы хотите вложиться, на краткосрочный или долгосрочный. Вот. Вход на рынок, он не затруднен. То есть завести кошелек, купить криптовалюту на бирже, в принципе, просто это может сделать любое физлицо. Слава богу, у нас никакого лицензирования так и не ввели, хотя говорили об этом прошлой осенью, да, что операции с криптовалютами только профессиональные трейдеры и так далее. Но на самом деле законопроект, который обещали вот к 1 июня, Путин тогда в прошлом году тоже давал указания правительству проработать, он на самом деле в сыром виде до сих пор. То есть какой-то первоначальный вариант был представлен публике, но насколько я владею информацией, он еще там не прошел никого, ни первого чтения в Госдуме, там, то есть это все рабочие документы только. Вот. Купить криптовалюту достаточно просто. Вы покупаете, заводите кошелек, заходите на биржу, покупаете, с биржи выводите на кошелек, либо держите на бирже. Ну и тут как бы уже правила безопасности, это уже нужно обращаться к профессиональным трейдерам, которые больше посоветуют. То есть они скажут, либо какую-то определенную долю держать на бирже, определенную долю держать в холодном кошельке, то есть это где-то на кошельке, к которому только вы имеете доступ, где там пароль на бумажке записан, условно говоря. Вот. Ну и какой-то там треть, допустим, держать в долларах, в рублях, там, или в какой-то другой валюте, чтобы при каком-то скачке курса валют можно было вот эту свою часть инвестиций, которые ликвидны, да, которые в обычном фиате хранятся, их там вложить, купить или продать быстренько. Государство криптовалюты пока официально не признало, но вместе с тем утверждается, что очень многие стороны жизни российского человека будут вот связаны с блокчейн-технологиями. То есть чуть ли не на почте собираются их водить, в банковской сфере собираются их водить, и даже, скажем так, на высших ступенях власти собираются переходить на вот эти же места. Вы как считаете, российская экономика на такие цифровые рельсы все-таки перейдет или не получится? Перейдет когда-нибудь, но когда это сложный вопрос. Понимаете, сейчас очень модно говорить, там, цифровая экономика и прочее, но 2018 год, а у нас воду до сих пор отключают в России горячую летом. Ну, это как бы мимо темы. Но на самом деле к этому стремятся люди. И использование блокчейн-технологий в различных сферах, оно, конечно, значительно упростит и ускорит процедуры. То есть вот, допустим, по поводу какого-то бытового использования, максимально приближенного к людям, ну, такого низового потребителям, блокчейн можно использовать при введении реестра обладателей недвижимости. То есть кто с этим сталкивался, прекрасно понимает, взять справку в Росреестре, там, на земельный участок или на квартиру, это проблематично. Очереди долго, справку заказал и так далее. Вот, блокчейн-технология, можно ее тут внедрять. Росреестр будет работать на блокчейне, операции будут синхронизированы в одной сети. И, ну, справочку все равно, конечно, вам нужно будет прийти в Росреестр, получить ее. Но просто работа самих сотрудников, она будет значительно ускорена. Конечно, может, все равно очереди останутся, от этого никуда не деться на получение. Но, во всяком случае, самим сотрудникам будет проще из базы данных все это проверить. Если она еще будет, допустим, открытая, вот, и использование каких-то цифровых подписей, чтобы это даже, может быть, не мы справку брали в Росреестре, а действительно обращались какие-то фирмы, ну, потому что сложно себе представить, что у каждого физического лица будет цифровая подпись. Но, допустим, какой-то реестр организаций, которые имеют право будут ставить, пользоваться цифровой подписью и выдавать справки населению. Вот. И тут, опять же, это переплетается вот с недавними нововведениями Банка России по поводу введения цифрового аккредитива. Физические лица аккредитив используют, как правило, чаще всего как раз при покупках квартиры. То есть создаются условия определенные, переводятся денежные средства, ну, насчет банка, и потом уже запускается механизм аккредитива. Он очень сложный, конечно, но вот при внедрении блокчейн-технологии, и вот об этом и говорят сейчас вот эксперты различные банки, вот сейчас разрабатывают, не буду их называть, ассоциация у нас в России, вот этих банков, которые хотят блокчейн внедрить. И на самом деле работа вездется, и это на самом деле очень хорошо. Вот. И они как раз говорят о том, что вот о таких бытовых каких-то операциях, которые бы позволили широкому кругу лиц понять, что эту технологию, ну, что она полезна, она быстро, удобна и надежна. Спасибо, Михаил, за ваши ответы на наши вопросы. Пожалуйста. А я напомню, экспертом в студии РБК Омск стал специалист в сфере криптовалют Михаил Яковлев. И к другим новостям. В Омске появится Экоспецназ. Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования, хоть и с опозданием, но начнет свою работу. Торжественное открытие состоится 11 июля. Штаб развернут на территории парка Птичья гавань. Именно сюда, в круглосуточном режиме, будет стекаться информация о состоянии воздуха во всех округах Омска. Все данные об изменениях в атмосфере будут отображаться на цветной карте и транслироваться на видеоэкраны города. В работе планируют применять передовые технологии омских вузов, а также использовать информацию о выбросах с эко-мобиля, передвижной лаборатории. Напомню, что Центр экомониторинга планировали открыть еще 15 июня. По крайней мере, именно эту дату озвучивал первый зампред Валерий Бойко. Запуск Центра обошелся региональному бюджету в 15 миллионов рублей. Как будет работать эко-спецназ и поможет ли он сделать воздух в городе чище? Расскажем завтра в вечерних выпусках новостей. Занять, чтобы отдать. Омская область возьмет в кредит 6,5 миллиардов рублей. Открыть несколько кредитных линий Министерство финансов региона решило для рефинансирования коммерческих займов на более выгодных условиях. Деньги под процент правительству даст Сбербанк, ставший победителем недавних аукционов. Помимо этого, кредит были готовы предоставить в банке ВТБ, однако условия, которые предлагала финансовая организация, оказались для регионального правительства не такими привлекательными. Затраты возместим. Министерство экономики Омской области объявило конкурс на компенсацию расходов по договорам лизинга. Правда, с некоторыми ограничениями. Возместить готовы только часть платежей – 70% от всех затрат предпринимателей, и при этом не более 200 тысяч рублей по одному договору лизинга, и в целом не более 400 тысяч в одни руки. Сфера деятельности тоже имеет значение. Возмещать затраты Минэкономики готовы только тем, кто брал в лизинг оборудование, механизмы, транспорт, станки, приборы или агрегаты. В общем, чиновников интересуют только промышленники. Принять участие в конкурсе могут индивидуальные предприятия и юрлица, которые предоставляют малый и средний бизнес. Заявки принимаются до 27 июля. Оценка участников конкурса проводится по числу критериев с использованием бальной системы. В числе показателей – оценки увеличения численности работников, уровень оплаты труда в соотношении СМРОД, а также география поставок продукции и планируемый рост продаж. Победителя определяет конкурсная комиссия путем суммарной оценки всех показателей. 20 миллионов для омских студентов. Шесть вузов региона победители во всероссийском конкурсе молодежных проектов. Приз – грантовая поддержка. Омский медицинский университет получает 1 миллион, педагогический – 3,5 миллиона, политех – около 8. В ОМГУ имени Достоевского около 7 миллионов рублей, ОМГУПС – 100 тысяч и аграрный университет – 1 миллион рублей. В конкурсе участвовали вузы со всей страны, представившие свои работы в сферах студенческого самоуправления, волонтерства, международного сотрудничества, науки и инноваций, а также спортивные и культурные проекты. Всего из 2,5 тысяч заявок грантовую поддержку получили чуть более тысячи проектов. Таковы главные новости на сегодня. Меня зовут Анатолий Соколенко. До встречи в эфире. Анатолий Соколенко